Долго думающий эксперимент лёрки. Ну, в смысле, я давно его собиралась, и вот тут вроде как наметила. И даже решила всё-таки это не только зафоткать на телефон, но и записать. Привет, зрители! Если тебе это интересно, то оставайся со мной, возможно, ты даже словишь какие-то мурашки. Потому что от какого-то подобного ролика человек тут мне в стриме написал, что ловит эти мурашки. Вот что у меня тут с собой есть. Вообще, я собираюсь как бы потереть на вон той тёрке мыльную основу на примере того, как я тут сидела, как-то я уже говорила в каком-то из роликов, там у меня тут штатив, потом на него поставлю камеру, мыло просто тёрла, которое мне подписчица подарила, и с водой смешивала, и вот оно как-то такой консистенции интересной было. Вот тут у меня бутылочка есть, тут у меня ещё одна бутылочка есть, а это уже пустая баночка, я решила её помыть и оставить. Вот думаю, что-нибудь сваяют. И у меня вот у них уже скоро-скоро закончится срок годности, тут совсем чуть-чуть осталось. Вот у меня тут масло абрикосовой косточки, совсем чуть-чуть. Хочу сделать вон жидкость оттуда, вот это вот и вот это, потом жидкость оттуда, вот это вот, и макадамия, и уже без масел, просто мыло, и в общем мыльную основу, и вон тут жидкость, куда-нибудь зафигачить. Хочу одно сделать как наподобие шампуня, а другие два типа как бы гель для душа. Может что-то вырежу, может так оставлю, посмотрю потом. Главное, чтобы мне это не залипло недели на две с монтажом, как у меня бывает иногда. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 периодически. Совершенно родные существа. Но некоторые спрашивают чисто из интереса, а некоторые с какой-то такой подколкой, как я поняла. Как я не очень в пропорции, то это у нас просто год пока эксперимент. Надеюсь, у меня потом более осознанно будет все это делаться. Я-то что-то 2-3 месяца как-то не пыталась даже что-то подобное освоять. Но подумала, что все-таки уже пора. Потому что как-то Гелия Эйвен меня не очень впечатлили те, что заказывала. Хоть я еще 2 заказала и я до сих пор еще не сделала СМР с этим журналом. Да, когда моим соседям скучно, они на ночь глядя решают что-то просверлить. Потому что они думают, наверное, что смысл жизни других людей это слушать, как они сверлили. Не просверлил что-то на ночь, глядя на праздники. Жень прошла зря. Скажем так. Мне уж лучше чтобы их собака выла. Ну или они бы сверлили это для того, чтобы потом не было слышно все их звуки, ругань и прочее. А то иногда такое ощущение, будто сам того не желая, становишься большим ухом. Ну или может просто некоторым надо потише орать. Хотя опять же соседи не выбирают, наверное. Ну это все же лучше, чем до трех ночи слушать, пытаться уснуть под орущий телевизор соседки с механки. Так. Так что если вдруг ваши мурашки случайно испугались вот этих звуков, то это претензии не ко мне, а к тем, кто по чуть-чуть, медленно, но верно, видимо, делает какой-то ремонт. Почему-то считаю, что лучшее время для ремонта это вечер. Праздника такого-нибудь. Так как у меня даже есть отвар какой-то, который я сегодня не уделала на волосы, потому что решила, что черепушку можно и не мыть один день. То мы сейчас эту штуку погрузим размыливаться. Не повторяйте это дома. Оно же еще даже не процеженное. Мне надо какую-то емкость, куда можно это все сначала процедить, а уже потом оттуда выливать. Здесь, наверное, работа более густая, а в тех местах, возможно, более жидкая. Куда добавим масло макадамин? Ну, вот тут. Блин, так неудобно вообще сделано. Она хочет собачить. Понять, сколько его там. Ну, она ложка мне в помощь. Вообще, все равно надо будет, наверное, фигму через которую процеживать еще. Целая чайная ложка масла макадамии. Чтобы не смешивать, надо будет другую ложку видеть. Ну, вот очередная пустая баночка января. Практически готова. Так. А тут у нас что? А тут прилично его. Сколько вообще тут было грамм-то? Где-нибудь грамм мы? 20 миллилитров объем. Ну, тут где-то половина. Ну, миллилитров 10, походу, дело. Ну, если честно, оно, мне кажется, фиговое. Надеюсь, пахнет по-иному. Но вот это пахнет как-то вообще. Будто это подсолнечное масло туда фигачили. Так, и сначала мы сейчас куда-нибудь процедимся. Будет стаканчик. Или в какую-нибудь мелкую кастрюльку. Ну, и что-то где-то мелкое где-то было. Где-то у меня была прихватка. Вообще, если Лёгкостью меня не увидит, то ей должно быть приятно. По-моему, вот это ее прихватка. Правда, на левую руку исключительно. Какой желтый отвар. Пахнущий всякими этими цитрусовыми шкурами. У меня немножко надо туда-обратно счистить. На эфирных масел мы не кладем в этот раз. Надо чем-то это церпать. О, деревянная ложка. Деревянная ложка. Это, пожалуй, у нас будет без всяких масел. Делаем так. Шампунька. Не знаю, бывает ли шампунька с макадамией. Жидкое мыло с абрикосовой косточкой. Макадамия у нас. Абрикосовая косточка. И герек. Просто вот такой. Цитрусы с абрикосовой косточкой. Хотя... Не. В принципе, можно... Да. Сюда чуть-чуть добавить. Тут у нас по объему 150 мл должно быть, да? А тут 30 мл. Ну, в принципе, на 30 мл столько и нормально этого мыла. Надеюсь. А тут все равно густенькое. Вот. Хотя... Это кремом 150 мл. А, нет. 125 вообще мл. Сколько этот крем-то? 125, наверное. Еще чуть-чуть. Потом обязательно кто-нибудь прибежит в камент и говорит, что я делаю неправильно, что грамм и мл это разное, это да и т.п. 12. 12. 15. 12. 15. 15. 16. 15. 20. Я возьмем пол чайной ложки, наверно, тут уже мало объема. Можно считать что-то пол чайной ложки. Не надо вот куда-то потом еще эту косточку уделать, может хрен какой зафиг пячет. Главное не перепутать что где. Нужно не на бумажке записать, я же с некоторых пол благодаря кое-кому. Хотя в принципе за ручкой надо идти во вход. Я на телефон зафигачиваю сейчас. Вызапись ножку. Я на телефон зафигачиваю. Я на телефон зафигачиваю. Продолжение следует... 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 Интересно видно, вот там вообще приблизить может. Только холодильник загубил. Вот так вот. Сейчас надо еще зацом отсидеть. Вообще, я думала сегодня освоять стрим, типа третий день стрима подряд, а потом думаю, у меня перевод недобитый, я вроде как обещала или вечером, или утром сдать. В принципе, утром понятия растяжима можно и там все днем сдать. 12 страничек только осталось, что-то упало, а потом подумала, что вроде как я тут что-то намутить хотела, но решила записать. Ибо почему бы и нет. Вот так вот. Вот так вот. Оставшуюся, если там еще сольется, то можно будет смешать с травой. Вообще, у меня там тысячелистник, какая-то неведомая трава, я ее раньше называла хлебная травка, путая ее с змеиным горцем. Бывает такая, как змеиный горец, а бывает такая, как кустик. и еще в деревне все собрано, соответственно, и полевая герань. Кажись так. Да. Ну, палочки только мне не помешать. Есть тут какая-нибудь палочка. Деревянненькая, обычненькая. У меня где-то вообще не были, когда я захерила. О, тут одна есть палочка. Следующий раз. После стирки эту пятерочку я положу по-другому, а то тут больно. Большой кусок сбоку. Чуть-чуть заметила, у меня эти Эйвеновские гели, вот, когда была представителем, я не припомню, чтоб у меня вот, или у них состав изменился, или это просто похожий. Короче, что шампунь, что гель, оно как-то очень долго с головы смывается или с кожей. Вот если это гель. Один гель нормальный был, а другой вот, ну, в тридцать просто какой-то. Так, всё здесь. Ровно шок не пролился. Ровно какой-нибудь поставить. Что такое вот там маселка? Маселка же вроде не было, а нет, не маселка, это так как-то горяченький. Ну, не настолько горяченький, но руки можно погреть. Не то, чтобы они у меня холодные, но оно теплее, чем мои руки однозначно. не пригодились. В общем, вот такой мой эксперимент. Дальше, если не забуду, завтра запишу результат. А потом уже на днях смонтерну. надеюсь, получится именно так, как я задумала. Так, сейчас одну баночку уберем в пустые баночки, а одну пока оставим. День второй. Большая часть мыльной фигни я села на дно, но вода, в принципе, мыльная, и я ей умывала лицо, пока не поняла эффекта. Это у нас раз слоилось на два слоя, в общем, внизу было более густое, сверху нет, но я, в принципе, потрясла. И вот последнее, жидкое. Может быть, надо все-таки без масла. Может быть, надо чуть подольше подержать. Ну, в общем, пока вот. Потом, после ванны, в этом ванна набирается, с той травой, которая вчера в целом своей кастрюльке была. Ну, пеной я чуть-чуть грузила вот этого и фрошевского скраба, который первый раз мне выдал только две скрабинки, а когда выливала на руку, чтобы пенку сделать, вылил много всяких разных скрабирующих частичек, но они больше напоминают мелкий дождик. очень мелкий дождик, тот, который на елку кидают. Ну, в общем, голову потом хочу помыть и результат запишу. Удачный эксперимент, в итоге, в общем, этот очень жидкий. Этот, в принципе, тоже, хотя здесь мыло было довольно много относительно объема и вообще. Ну и волос, оно, конечно, промывает, но надо использовать бальзам и промывает вместе вот этими двумя. и что заметила, когда растворяешь мыльную основу, ну, допустим, на паровой бане или в микроволновке и сочетаешь с горячим каким-нибудь атуаром или холодным атуаром, без разницы. Эффект несколько иной. Короче, не повторяйте это сами и ищите. Конечно, вас не устраивает очень жидкая водичка. Ну, а эту я оставлю. Где она у меня тут? Нет, она у меня тут. Она у меня наверху. Вот эту вот и посмотрю. Может быть, конечно, надо было, чтобы оно подольше постояло, но тут вот оно оседает. Хотя по цвету оно такое уже, слегка перламутровое, как если бы я растворяла на терке, натирала обычное мыло, как я уже делала, с обычной водой или каким-нибудь отваром, но вот эффект совершенно иной. И тут вот у нас масло, видимо, соединилось с основой. Ну и такая жидкая желтая водичка. И да, очень сильно дает мандариновыми шкурками, мандарином вообще. Хотя там, ну, в принципе, там и других шкурах было прилично, но как-то вот, скорее всего, все-таки лучше использовать мандариновый отвар как ополаскиватель, как я иногда делаю. Так что вот такой эксперимент. Волосы, в принципе, чистые, чуть дольше сохнут. Но, можно сказать, до скрипа промывают. То есть надо все-таки как-то иногда скрип хороший, иногда скрип все-таки надо как-то увлажнить. Даже жирные волосы. В общем, всем спасибо, кто осилил все эксперименты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok